всем привет начало марта сегодня мы ищем саркассифа саркассифа сейчас пошла полным ходом и в этом как бы в парке в этом лесу и и я еще не искала поэтому надеюсь сегодня повезет местность очень похожа для того чтобы найти саркассифу но направляемся туда вглубь там лиственные опад лизина деревья вперед сейчас перед вами такое растение весеннее как частяк весенний такое красивое несъедобное растение с желтыми цветочками потом а вот это растение похоже и на частях и на будру и на чесночницу чересчатую так вот это будет у нас вот уже практически начинает цвести фиалочка дикая фиолетовая она же фиалка душистая тоже часто путают ее с чесночницей но сейчас это сделать уже сложнее потому что пошли цветочки вот эти цветочки когда они раскрываются они становятся фиолетового цвета я вам еще покажу сейчас я встретила гриб очень интересный очень долгожданный который я искала несколько весен ну да это не молодильный гриб но тоже очень интересный и при этом съедобный как раз у меня есть ведерко для этого гриба ну а теперь сам гриб вот он вот растет этот гриб только на шишках и только весной это у нас стробелюрус вы не поверите да он именно с шишечки растет и это съедобный грибочек и так срезать его вот так вот ножничками можно ножка тоже мягкая ну а то что не срезали оставляем лежать вот шишечка вот они вот такой низ у стробелюруса светлый пластинчатый шляпка у нас темненькая и тонкая ножка ну вот только на шишках или возле шишек на еловых растет этот стробелюрус съедобный а вот это зародыши это тоже маленькие стробелюрусы а это огромные стробелюрусы вот просто огромные видите это такое счастье такая удача бывает редко они в основном маленькие а эти вот такие приличные дайте еще маленькие этот мы срезали да вот они бывают такими крошечными ну или большими уже собираю их в корзинку видать сегодня повезет встречаются такие грибы как стробелюрусы в елках старых вот сейчас у меня есть шанс пособирать его в старых елках думаю пересыплю-ка я стробелюрусы в свое ведро пусть полненькая будет еще есть да такая хорошая местность по стробелюрусом и мелкие крупненькие вот это вот что-то коричневое страшное это у нас старая фламмулина такую уже не собирают но хочу вам показать почему видите какие потемневшие страшные у нее пластинки ножка черненькая и потемневшая полностью шляпкой вот она все такое эти слышно да аж чвакает вот это уже пошел процесс разложения на улице тепло поэтому этой фламмулине уже и все вот она еще споры пошла до давать это не гниль это споры той которая лежала сверху вот это вообще уже изгнилось а вот аж почернели пластинки это старая такая формулина очень интересный пенечек у нас здесь аурикулярия уховидная иудина ушка у нас здесь фламмулина бархатистоножковая размере одной штучки это у нас аурикулярия извилистая но уже подсохла какие-то черви и стереум пурпурный который очень сухом виде похож на аурикулярия извилистую но видите когда у аурикулярия извилистой вверх уже подсох он щетинистый и покрывается таким как бы мхом то у стереума пурпурного похожего на нее такого не происходит он остается фиолетовый вот уже цветет частяк весенний очень часто встречаемое растение на болотах очень красивая так вот если вы не знали это называется частяк весенний вот уже пошла местами цвестия с нотка видите какие цветочки мелкие на стебельке вот еще глухой крапивой ее называют ну такое несъедобное растение но очень красивое часто встречается и многим интересно что это это у нас щелелистник обыкновенный уже подсохший вот сверху он белый многие встречают белый такой шершавенький так вот снизу если его перевернуть то у него низ это не пластинки такие красивые словно нити не классические пластинки словно форме цветочков встречается щелелистник обыкновенные довольно таки часто особенно часто он встречается в зимний период года такой сухой когда он уже не имеет вкуса не имеет никакого запаха гриб считается съедобным но он очень жесткий он безвкусный и в наших странах его не едят но есть страны где этот гриб встречается а другие нет и там его используют я его не использовала никогда все еще встречается фламмулина не всегда в самом лучшем своем виде но встречается так вот вот это вот черная да вот она уже плохая а вот эти хорошенькие видите можно еще собирать а вот одна огромная фламмулина фламмулинище обсказала вот светлые пластинки ножка черная очень хороший грибочек вот еще мелкие остались но они уже наверное не вырастут и вот там немножечко дальше уже совсем плохие но скорее всего да это уже завершение сезона и такой красивой фламмулинки мы не встретим вот такое вот красивое растение это охладка встречается очень редко здесь конечно его много первое весеннее растение цветочки растет таким стебельком очень нежная прям шелковистая и фиолетовые цветочки в форме словно колокольчики а вот этот гриб тоже очень интересный и необычный и это не трудовик вот этот гриб очень интересный он съедобный но не симпатичный это аурикулярия извилистая внизу этот гриб похож на аурикулярию уховидную а вот когда переворачивая что получаешь очень очень неприятный такой вот шершавый верх вот по запаху ну странный такой запах не похожий на аурикулярию уховидную совсем не похожий но гриб съедобный из-за этой шершавости с обратной стороны его никто и не берет и я конечно если честно тоже не беру и не хочу этого делать но но я хочу попробовать его приготовить с такого обычного интереса что получится мешает ли вот эта шершавость или она не чувствуется да а а а а а а